Чтобы красиво было, как на открытке. Теперь каждый день сотрудников лесного хозяйства будет начинаться с такого обхода. Задача – отобрать наиболее красивые деревья. Покрупнее пойдут в детские и социальные учреждения, туда, где водят хороводы, поменьше – в розничную торговлю. Многие живут в квартирах и просто не могут позволить себе разместить большую новогоднюю красавицу. Самый, конечно, ходовой товар – это елочки до одного метра, от метра до двух и от двух до трех. То есть это непосредственно такие елочки, которые люди могут поставить у себя в квартирах, в домах. Ну и, соответственно, конечно же, основное внимание мы именно уделяем таким размерам. Средний торговый возраст зеленой красавицы – 8 лет. К этому моменту дерево успевает вырасти и приобрести красивый внешний вид. Всего только на плантации муховецкого лесничества до начала сезона продаж насчитывалось порядка 6 тысяч деревьев. Из них специалисты лесхоза отберут самые красивые елочки. Планируется в этом году именно силами Брестского лесхоза продать более 2 тысяч елочек. Это вот на двух торговых объектах. Это на ярмарке на Гоголя и Куйбышево пересечении и по адресу Кобринской, 53. Также осуществляться будет торговля в лесничествах. Это в основном Каменецкое лесничество, Высоковское лесничество. Такие большие, где люди тоже на местах могут покупать елочки. Многие брещане поспешили приобрести новогоднее дерево в первый день зеленых распродаж. Цены на деревья разные. У каждого есть возможность выбрать то, что ему по душе. Опытные товароведы отмечают. Очень важно обращать внимание на внешний вид дерева. Он поможет определить, сколько в среднем проживет зеленая красавица на ваших квадратных метрах. Для того, чтобы выбрать елочку, чтобы побольше стояло, нужно посмотреть на иголочки, чтобы они были нередненькие. И как бы по цвету темненькие иголочки, больше постоят, чуть светлее, может быть на пару дней меньше. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.